И снова здравствуйте! В этом уроке мы поговорим про 20 привычек людей со здоровой, адекватной, объективной, как угодно называйте, самооценкой. 20 привычек. И я предлагаю вам эти привычки у себя развивать. Вот вы знаете, почему мне нравится исследовать людей? Потому что, наблюдая за людьми, например, недавно наткнулся на интересную статью, точнее, да, это статья, и там была выдержка из книги. Так вот, один американский бизнес-тренер исследовал 170 долларовых миллионеров, очень успешных, список Forbes и прочая история, и он исследовал их привычки. Да, что-то есть, что отличает одних от других, но он выделил общие вещи. И вот то же самое по поводу счастья и самооценки. Если я хочу быть счастливым, я начинаю исследовать людей, которые счастливы. Если я хочу поднять свою самооценку, я исследую людей, у которых есть привычки касаемо здоровой самооценки. Если я хочу быть здоровым, я исследую людей, которые здоровы. И так далее, и так далее. Поехали. Первая привычка – мыслить позитивно. Это не врожденный дар, это не, знаете, божье помазание, это привычка. Оптимизм и позитивный настрой – это привычка. Вырабатывайте в себе эту привычку. Вы знаете, опять же, это выгодно. Выгодно быть радостным, выгодно быть довольным, выгодно быть оптимистом. Потому что при прочих равных люди с позитивным настроем зарабатывают больше при одном и том же продукте, в одной и той же компании, на одном и том же рынке. Но глупо не быть позитивным. Да, выбирайте позитивный настрой. Второе. Умеют веселиться, отдыхать и расслабляться. При этом это вообще не про алкоголь. Это именно про веселье, отдых и расслабление. Это как дети. Вот посмотрите на детей. Детей не надо учить отдыхать. Детей не надо учить веселиться. Они постоянно в драйве. Они постоянно в энергии. Они постоянно в радости. Учитесь у детей. Будьте как дети. Наблюдайте за детьми. Дети, пока вы не вторглись в их самооценку, они обладают абсолютно обалденной самооценкой. Да, она завышена. Да, они считают себя центром вселенной. Да, они считают, что все для них и жизнь вокруг них. Ну пусть лучше так, чем жизнь боль, жизнь страдания, плох мужичок, но свой, женская доля, бог терпел и нам велел. Уж лучше пусть пуп вселенная. Уж лучше пусть считает, что все вокруг него. Это все равно лучше, чем низкая самооценка. Поэтому второе. Умейте веселиться, умейте отдыхать и умейте расслабляться. Я, например, люблю массаж. Я люблю потанцевать. Я люблю похохотать. Я люблю почудить и поразвлекаться. Это круто. Учитесь. Третье. Знает свои потребности и уважает их. Вы знаете, у каждого из нас есть потребности. И очень важно учиться изучать свои потребности, понимать свои потребности и уважать свои потребности. Если вы не любите себя, то кто будет вас любить? Вот вы знаете, я люблю себя и мне с собой хорошо. Я ценю себя. Я наслаждаюсь, когда я с детьми. Я наслаждаюсь, когда я с друзьями. Я наслаждаюсь, когда я на съемках. Я наслаждаюсь, когда я веду тренинг. Или когда я сижу один в номере и просто туплю там с ноутбуками или с телевизором. Или просто туплю. Я знаю свои потребности. Четвертое. Не отвечайте за чужие эмоции. Привычка человека со здоровой самооценкой не отвечать за чужие эмоции. Человек пытается вами манипулировать. Человек пытается вас вовлечь в какую-то свою игру. Он пытается вам привить чувство вины. Нет. Нет. Я не отвечаю за чужие эмоции. Я не могу никого обидеть, но человек может обидеться. Я не могу никого огорчить, но человек может огорчиться. Ты меня очень расстроил. Я не мог тебя расстроить. Ты решил расстроиться. А еще ты пытаешься мной манипулировать. Не пройдет. Поэтому человек со здоровой, с адекватной самооценкой не отвечает за чужие эмоции. Пятое. Принимает свои ошибки. Не надо путать, не боится ошибок. Это нормально, бояться ошибиться. Но при этом принимает свои ошибки. Я столько глупостей в своей жизни сделал. И когда-то я сожалел об этом. Я не принимал свои ошибки. Но это нормально. Это нормально. Ты можешь опоздать на поезд. Ты можешь сказать глупость. Ты можешь все что угодно. Одна моя знакомая выступала на очень крутой конференции. Она подготовила, выбрала лучший свой гардероб, лучшие аксессуары. У нее был компьютер. У нее был телефон, стикеры. У нее были дорогие аксессуары. Она все подготовила. Она отрепетировала. Очень важное мероприятие, важная конференция, форум. И вот она вышла, начала выступать. И прошло там несколько минут. И в какой-то момент у нее зачесалось в носу. И она просто не держалась. И она чихнула. Огромные экраны в зале. Экраны размером с автобус. И она чихнула. И у нее из носа вылетела сопля. И в этот момент она видит, как на всех экранах ее вот так вот крупным планом показывают. И это сопля размером с дом. Она взяла салфетку, вытерла. Сказала, ну теперь вы видели все, продолжим. Ну, но бывает. Может вылететь сопля. Да может произойти все, что угодно. Принимайте свои ошибки. Это привычка человека со здоровой самооценкой. Перестаньте себя распинать каждый раз за что-то, что вы сделали не так, как вам кажется. Вы сделали все так. И по-другому вы сделать не могли. Откуда я знаю, что по-другому сделать вы не могли? Потому что вы это сделали. А если бы могли сделать по-другому, вы бы сделали по-другому. Но вы не сделали. Значит, не могли. Точка, конец предложения. Тем более, этого момента уже нет. Все, мы не можем ничего изменить. А если я не могу изменить, зачем мне по этому поводу париться? У меня сгорела машина, я не могу изменить. Ну, окей. Идем, зарабатываем деньги на новую машину. Я потерял 15 миллионов, я не могу их вернуть. Да. Сколько это тогда было? 50 тысяч долларов. Ну, окей, хорошо, я их потерял. Окей. Значит ли это, что я идиот? Ничего не значит. Значит, что я неудачник? Ничего не значит. Значит, что я больше их не заработаю? Ничего не значит. Принимайте свои ошибки. Шестое. Зная цель своей жизни. Определитесь с целями. Куда вы живете? Есть великий тренер Иван Маурах, первый российский бизнес-тренер, человек, которому я очень благодарен. Он меня стажировал, обучал, и я многому у него научился. У него есть фраза. Куда ты живешь? Цель-то какая? Куда ты живешь? Человек со здоровой самооценкой имеет привычку знать, для чего он живет. Он знает, зачем он идет на работу, он знает, зачем он рожает детей, он знает, зачем он строит отношения. Цель. Цель. Определись с целями. Тогда многие вопросы снимаются. Седьмое. Умеет принимать отказы. Мне много раз отказывали. Меня посылали, мне отказывали. Это нормально. Уметь принимать отказы. Большинство людей относятся к отказам как к трагедии. Она мне отказала, он мне отказал, она меня послала. Ну окей, это нормально. На планете Земля 8 миллиардов человек, иди к другому. В России 150 миллионов, иди к другому. Где бы ты ни жил, в какой бы стране, иди к другому. Это нормально, что человек отказывает. Мне отказывали. Мне отказывали работодатели, мне отказывали женщины, мне отказывал мама, папа, моя жена. Дети мне отказывали. Это нормально. Человек со здоровой отцей с самооценкой принимает отказы других людей. Я не могу его заставить. Я могу принять его отказ и попробовать снова с ними или с другим. Восьмое. Принимает свои эмоции. Я долгое время не принимал то, что я боюсь. Я не принимал то, что я завидую. А я завидовал, я боялся. Я не принимал злость, я не принимал свой страх, я не принимал свой гнев. Это нормально. Мы боимся, мы завидуем. Принимайте свои эмоции. Нет плохих эмоций, нет неправильных эмоций. Любая эмоция нормальная. Она есть. Ты живой человек. Девятое. Уважает свои слабые стороны. Я что-то не умею, это нормально. Например, я не умею многие вещи делать руками. Я не умею. Есть женщины, которые не умеют готовить. Это нормально. Есть женщины, которые не умеют общаться с детьми. Это нормально. Есть женщины, которые не умеют водить автомобиль. Это нормально. Ты что-то не умеешь. А дальше ты либо принимаешь это. Это нормально. Я принимаю и даже не парюсь по каким-то моментам. Но если для тебя это действительно ценно, это навык, развея его в себе. В чем проблема? 10 важная вещь умеет себя занимать в одиночестве ему тоже хорошо останьтесь одни помолчить займите себя чем-то мне хорошо везде где есть я в сапсане в самолете в бизнес-зале дома на прогулке на пробежке с людьми или без людей здоровая самооценка это умение занимать себя когда ребенок говорит мне скучно не надо бросаться и и начинать его развлекать пусть займёт себя пусть развивать здоровый самооценку одиннадцатая умеет быстро адаптироваться учитесь адаптироваться кризис это когда ситуация изменилась а ты нет учить адаптироваться 12 постоянно учится любит учиться это признак людей со здоровой самооценкой если хотите здоровую самооценку развивайтесь постоянно Сам факт постоянного развития и роста помогает тебе развивать свою самооценку. Тринадцатое. Понимает свои пределы и свои возможности. И это нормально. У меня есть какие-то мои пределы и возможности. У меня есть мои физические данные, у меня есть мои умственные данные, эмоциональные. И есть предел всему. Пару дней назад я закончился, я не смог записать файлы, потому что я устал. Это нормально. Я не корил себя, не обвинял, не считал, что я плохой тренер. Я просто понял, я устал, мне надо отдохнуть. Точка. Это был мой предел. Предел моей работоспособности. Четырнадцатое. Они гибкие в общении и могут сдвигаться с своих точек зрения. Помните, мы говорили про упрямство, про упёртость, про доказывание своей правоты. Человек со здоровой самооценкой легко откажется от своего мнения. Окей. Кстати, то, что я сейчас сказал, это глупость, не верьте этому. Пятнадцатое. Умеет активно слушать. Это тоже признак здоровой самооценки. Уметь активно слушать. Наслаждаться тем, что говорит другой человек. Интересоваться другим человеком. Активно слушать. Шестнадцатое. Имеют внутренний кодекс и свои внутренние принципы. Например, я не работаю с табачными компаниями. Это мой внутренний кодекс и мои внутренние принципы. Мне предлагали двойные тарифы. В два раза больше денег, чем обычно стоит этот парень. У меня есть мои кодексы, мои принципы. Все. Семнадцатое. Очень важная привычка. Планирует свой день и умеет решать свои задачи. Я вообще пишу план на завтра, сегодня вечером. Каждый день пишу план. Я планирую свою жизнь. Мне не надо, чтобы мне кто-то сказал, что мне делать. Знаете, очень часто родители настолько законтролируют своих детей, что дети без родителей шаг не делают. Низкая самооценка. Планируйте свою жизнь. Восемнадцатое. Знает свои границы и говорит о них. Я знаю, что для меня приемлемо, а что нет. Например, если люди вокруг матерятся, мне это не нравится, я могу попросить ограничить количество матерных слов в общении со мной. Мне не нравится, когда люди курят. Нет, когда они курят вдали от меня, это их проблема, их жизнь мне это вообще не касается. Каждый умирает так. Кто-то быхает, а кто-то колется. Но можно ускориться, как пел один питерский певец. Девятнадцатое. Понимает и принимает свою уникальность. Я метр девяносто. У меня сорок четвертый размер ноги. Я что-то умею, что-то не умею. Я действительно уникальный. И таких, как я, больше нет. Таких больше не производят. Когда мне один студент написал, Михаил, а как мне стать таким тренером, как вы? Я говорю, никак. Потому что такой тренер, как я, один. Ты можешь стать другим тренером. Ты можешь стать круче меня. Но ты будешь собой. Ты не будешь Михаилом Москотиным. Так как я не буду Стивом Джобсоном, Михаилом Горбачевым. Я не буду другим. Я уникальный, как и 8 миллиардов человек. Отпечаток пальца уникальный. Сетчатка глаза уникальная. Ну и двадцатое. Очень важная привычка. Изучает других людей. Человек со здоровой самооценкой интересуется другими людьми. Он наблюдает за ними. Он смотрит на них. Он слушает их. Он проявляет эмпатию. Он изучает других людей. Начни изучать своих других людей. Я как-то обнаружил, что у меня есть тело. И я начал его разглядывать. Я был очень удивлен. Потому что я не знал, что вот этот палец он такой. Нет, я как бы 40 лет с этим телом живу. Оно у меня есть. Но я стал изучать его. Ты так же начни изучать других людей. Как они мыслят, думают, чувствуют. Изучая других, ты повысишь свою самооценку. 20 привычек людей со здоровой самооценкой. Берите, пользуйтесь. Всем хорошего дня. Будьте счастливы.